Привет, народ, с вами Варчик. В новом патче Escape from Tarkov появилось новое задание поисковая миссия. За это задание в награду дадут компас и еще немного денег. Но загвоздка в том, что это новое задание прапора на карте лес, а карту лес расширили и не всем понятно куда идти, что делать и где это вообще находится. Карта стала очень большая. Если посмотреть на миникарту, то старая локация выглядит таким вот образом. Она вот такого размера. А вот новый участок, которого еще не было, он довольно таки внушительного размера и карта увеличилась значительно. Поэтому самому все прочесать и найти нужное место довольно таки сложно. На миникарте видно, что у нас есть лесопилка, которая посередине карты так и находится. У нас есть гора, которая раньше и была и сейчас остается со снайпером сверху. И в принципе большая часть локации остается прежней. Поэтому ориентироваться есть от чего. Поэтому я вам на миникарте покажу сейчас куда нужно идти. Автоколонна у нас находится вдоль по дороге, которая идет от лесопилки. И автоколонна находится вот в этом месте между озерами. Здесь у нас лагерь Юсеков, который нам нужен. Он находится именно здесь. И в принципе ориентироваться довольно таки не сложно. У нас есть длинная дорога. Здесь лэпы всякие стоят. Можно понять, где ты находишься. Здесь у нас болото с деревней. Здесь мост, где там всякие снайпера. И здесь очень большая гора тоже там со всякими базами Юсека, ООН там выход и так далее. В принципе есть от чего ориентироваться и в голове можно представить всю карту, как она выглядит для того, чтобы не потеряться во время рейда. А теперь давайте перенесемся уже в саму игру, чтобы визуально посмотреть, как это все выглядит. Вот мы загрузились на карту лес и пытаемся понять, где мы. В принципе, мы находимся возле окраины. Это сразу понятно. И от окраины сразу понимаем по миникарте, куда нам нужно идти. В той стороне находится у нас автоколонна, в той стороне у нас лесопилка. И мы дальше уже думаем, куда нам идти, куда надо. Либо идем к лесопилке и от нее идем по дороге, как я рисовал на миникарте. Сначала по дороге у нас поворот налево, потом поворот направо. И между двух озер находится уже автоколонна. Либо же мы можем пойти через дорогу, которая находится у нас за забором этим. И вдоль дороги тоже прийти туда же. В целом маршрут у нас не сложный. Мини карту мы увидели и понятно, что где находится. Единственное, что будьте внимательны, у нас вот такие вот столбики имеются, которые предупреждают нас о том, что там заминировано. Поэтому ходить по минам не очень. И помимо того, что там заминировано, еще и на всяких холмиках вокруг базовой юсекол тоже заминировано. Доходим мы до первой дороги. Эта дорога ведет у нас на лесопилку. Она нам не интересна. Вот у нас имеется вторая дорога. И уже по этой дороге мы практически доходим прямо к автоколонне, которая нам нужна. Она будет немного левее от этой дороги. Просто двигаемся вдоль этой дороги. Доходим до перекрестка и там уже влево сворачиваем в принципе все. Когда увидел миникарту перед глазами и понял, как в целом выглядит карта, то уже намного легче ориентироваться и в целом понятно, что где. Здесь у нас такая вот нычка имеется. Пока я больше нычек не находил. В целом мы практически уже дошли. Вот наша база юсеков. Там большая ее часть, здесь меньше и нам нужно именно меньше. Но здесь на склонах где-то есть мины и поэтому будьте аккуратны. Тут даже где-то между камней, я помню, мина была. Нам нужно именно вот это место. Здесь задание выполняется, вторая часть, найти базу юсеков. В принципе вот она. Здесь можно полутать всякие коробочки, ящички, столики и так далее. Здесь у нас основная часть за скалой будет. Вот здесь уже побольше. А автоколонна находится между двумя озерами. Вот наши озера и между ними находится автоколонна. В принципе ничего сложного, когда понимаешь все расположение карты. А вот когда перед глазами нету всей карты, мини-карты, то, честно говоря, ориентироваться сложно. Куда ты попал? Что происходит? Где что находится? Вот наша автоколонна. Просто к ней подходим. В принципе все выполняется. Тут тоже есть пару коробочек, можно поутаться. Но довольно таки опасно, потому что люди здесь тоже ходят, задания выполняют. Сюда можно также прийти по дороге от лесопилки. Вот дорога. Тут в принципе два поворота, они не слишком далеко друг от друга. Потеряться, в принципе, здесь не сложно. Опять же, если понимаешь, куда эти дороги ведут. Там лесопилка. Туда ведет дорога, по которой мы пришли сюда. Вдоль которой стоят вот эти вышки. Там мы появились. Там окраина. Здесь лесопилка. Вот по этой дороге у нас находится автоколонна. Вот лесопилка. Здесь справа за скалами. Вон наверху наш этот самый снайпер, который все время там сидит. А слева там выход ООН второй. В принципе все. Ориентироваться по карте можно. Главное увидеть ее. Я в интернете нашел миникарту, поэтому с вами поделился. Надеюсь, ничего сложного для вас на этой карте не будет. И вы с легкостью сориентируетесь, пройдете задания. Вот скала со снайпером. Справа окраина, спереди лесопилка. Слева там блокпост ООН. Все. Вот и вся карта. В целом, надеюсь, было понятно. От лесопилки как идти просто вверх по дороге, налево, потом направо и все. Ничего сложного. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова